Друзья, доброе время суток. И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.shil.ru, www.blog.ru и www.3w.makevara.ru. В этом видео-подкасте я вот о чем вам скажу. Очень часто бойцы на форумах, в личной переписке и просто приходят ко мне, они жалуются на то, что у них болят плечевые суставы. Они даже говорят, что скорее всего не сустав болит, а что-то болит в плече. Мой опыт уже на протяжении больше чем, наверное, 15 лет, что я сталкиваюсь с подобными травмами и проблемами. Он мне говорит о том, что в 90% случаев всех вся проблема в артаторной манжете. Это несколько мышц, которые фиксируют головку плечевого сустава в капсуле суставов. На самом деле, очень трудно плечевый сустав у нас устроен. А это один из тех суставов, у которых нету мощней капсулы. Такой, например, как у тазобедренного сустава. И она легко поддается растягиванию и удерживается в нормальном положении. Именно этими мышцами артаторной манжеты. Это дань тому, что плечевой сустав у нас очень подвижен. Очень большая подвижность. Из-за этой подвижности у него малая прочность. Но так как ударники работают руками, то в отдачу огромная гиггеногрузка приходится на кисть, локоть, понятно, и на плечевой сустав. Плечевой сустав. Не всегда тактические соображения боя позволяют правильно фиксировать руку в плече. Чтоб она стояла очень жестко, проще. То есть опущенное плечо, в правильное положение руки. Тогда, да, на плечевой сустав нагрузка приходится минимально. Но во время боя очень часто плечо приходится поднимать. Причем приходится поднимать. Для того, чтобы не быть визвенным в тот миг, когда сам анонсишь удар. Это программа специальная работа в том видео. Значит, очень часто плечо приходится поднимать для защиты. Да? И в этот миг, значит, удар приходится в самом плечо. В связи с этим в миг, когда идет на плечевой сустав большая гиггеногрузка, оно находится, то есть сам сустав находится в положении таком, да, головка сустава, что она может растягивать очень сильно капсулу самого сустава. И в итоге, в худшем случае, это может привести к вывиху плеча. А потом к какому-то, ну, хроническому уже вывиху плеча, когда плечо вообще в суставной сумке не держится. Ну, до этого не всегда доходит, и, как правило, редко до этого доходит. Хотя, это распространенная тема, но она бывает у каждого сотового, наверное, бойца. Но у 99-ти, значит, нет такой проблемы. Но вот ассордаторный манжет, есть проблема у каждого, наверное, второго. А может быть, даже у каждого первого. Кстати, очень часто сейчас она стала появляться и у тех, кто занимается силовыми видами спорта. Дело в том, что сейчас очень популярно стал жим-лежим, ну, прочее, там, всякие, армлифт. Такие виды спорта, которые очень распространены. Они не требуют какого-то суперинвентаря. Это все в спортивных залах есть. Многие занимаются даже дома. И так, как они занимаются сами, и без специфицированного тренера, то очень часто техника выполнения самих упражнений бывает слегка нарушена. И нагрузка на плечевой сустав бывает огромная. И в итоге растягивается обкатурный манжет, растягивается капсулка плечевой сустава. И заканчивается все дело тем, что люди либо бросают заниматься, потому что пожать не могут, да, банально, штанг, потому что плечо болит. Либо им надо идти делать, ну, первый раз, там, локсанопластику или просто пластику сустава. Вот. А это проблема. Потом восстановить, еще и лечение проходить. Вот на самом деле всех проблем можно сбежать очень просто. Но это делается превентивно. То есть очень трудно вылечить что-то. Легко профилактировать. Хотя в стадии ремиссии, вот если болело плечо, вы дали покой, и оно перестало болеть, то, что я покажу сейчас, тоже можно делать. То, что можно, нужно, это вылечит плечо. Единственный момент, сразу, да, вперед взбегу. Это очень важно. В том упражнении, которое мы будем делать, оно делается, знаете, с отягощением. Но должно быть отягощение минимальное. И здесь не нужно делать большую нагрузку. То есть не надо давать большой вес. Это не тот вид упражнения, не та система, когда требуется мышцу наращивать в объеме и силу наращивать. Мы больше наращиваем ее выносливость и прочность этих шести мышц. И то не всех. Мы будем работать только в одном движении. Сегодня я покажу одно движение только. Но то, которое самое-самое важное. Самое важное движение. Это ротация. Да? Вот видите вес. Значит, один килограмм, 250 грамм. В принципе, этого достаточно. Может быть, со временем можно будет брать 2,5 килограмма. Да, вам будет очень легко. Так и должно быть. На начальном этапе можно делать вообще без веса. Совсем. Просто вообще пустой рукой. Для того, чтобы технику движения понять. А техника движения такова. Вот вы встали. Вам нужно поднять руку четко в сторону. Вот таким вот образом. Так, чтобы плечо было параллельно полу. А предплечье перпендикулярно. Под 90 градусов. Очень желательно, чтобы рука была опущена до конца вниз. Чтобы не было вот такого положения. На начальном этапе, может быть, так у вас и не получится. Но вес, он, конечно, поможет безусловно. В нижней точке вы почувствуете, что в плече, по передней поверхности плеча и внутрь, что-то растягивается. Это нормальное положение. Нам, конечно, руку растягивать не надо. Задача не растянуть мышцы. Но просто, когда мы доходим до нижней точки, когда мышца полностью растянута, у нас она более качественно и полноценно прорабатывается. Итак, а можно по-другому поступить? Можно наоборот, просто руку поднять вот так вот, чтобы она по 90 градусов была. То есть, опять же, плечо, чтобы было параллельно полу, а предплечье перпендикулярно. Руку вниз опускаем, локоть стоит на месте, как будто зафиксирован, как будто вот так вот. То есть, проходит через локоть. И вы не можете его сдвинуть вниз, либо назад, вот в сторону вынести. Нет. Вот, просто вращение. При этом стараемся плечо не поднимать. Вот так вот. Ни в коем случае. Вот. Опускаем, поднимаем. Опускаем, поднимаем. Для начала лучше потренироваться делать это без веса. Отработать только технику. Потом берете очень легкий вес, очень легкий, чтобы вы могли спокойно сделать в районе 30 раз. Ну, так, 20-30 раз. И почувствовать, что мышцы начала, что мышцы, которые манжеты утомляться начали. Вы почувствуете, что не дельты, да, у вас уставать делает. А что-то внутри. Вот это то, что надо как раз. Вот. Начинаем. И продолжаем. Да, что важно. Не надо резко ронять и резко поднимать. Упражнение делается очень плавным. Продолжение следует... Если не будет опускаться полностью вот так рука, и не надо поначалу, не перерастягивайте, просто есть люди гибкие, у которых опускается рука легко, а у кого-то вот так вот оставаться. Вот у меня на левой руке была травма как давно, мне в общем-то до конца вот так вот опустить, очень тяжело, поэтому мне приходится где-то чуть-чуть оставлять угол, да видите, чуть-чуть остается угол, не могу вот так вот, это уже не нагрузку дополненную приходится делать для того, чтобы опустить руку, а это не та работа, которая мне нужна сейчас. Двадцать. Вот, я уже сказал, у меня на этой руке раньше была травма, травма была очень серьезная, очень серьезная, как раз у меня были повреждены очень сильные мышцы манжетовой потворной. И на протяжении более чем года я не мог даже, вот это движение в принципе не мог сделать, и руку вверх поднять не мог, вот так вот. Мне нужно было сначала плечо поднять вверх, а потом я выводил вверх руку, мне было трудно пальто надеть, то есть такое, хотя сам я понимал, в чем собственно говоря проблема, но и даже пробовал различную физиотерапию, она безусловно помогла, мне стало гораздо легче, когда я делал просто простые движения. Но силовые, такие как жим лежа, разведение гантелей, да, через стороны вверх, было делать очень тяжело. В принципе невозможно, то есть я не мог работать с нормальным весом, от которого у меня был бы хоть какой-нибудь дефект. И только тогда, когда я занялся гимнезиотерапией с помощью вот таких вот легких натягощений и легких нагрузок на манжетовую потворную, это вот упражнение, что я показал вам, оно не единственное, но оно базовое. Самое главное, в принципе можно делать только его, для профилактики травм, чтобы у меня была проблема. Я восстановился в полус, то есть я достиг ремиссии, когда мне не было уже больно, и этими вот упражнениями в течение двух месяцев я полностью восстановил все движения руки, абсолютно. Теперь у меня проблем никаких нет. А эти проблемы, еще напомню, всегда возникают у тех, кто работает очень серьезно по снарядам, и при этом работает в стиле, ну, боксерской манеры, поднимая плечо. Отдача идет вверх, внизу фикселенное плечо, но качается, и оно растягивает еще манжет в эту сторону. В бою это рационально, на снарядах тоже можно при одном условии, что вы закрепите манжет. Дальше, смотрите, то же самое можно делать и на кроссоверах различных, и на блоках. Тоже ставите небольшой вес, а на них еще это делать удобнее. Почему? Не то, что удобнее, в смысле, интереснее и функциональнее, потому что вы можете немножко нагрузку сделать больги разносторонней. Хотя и вес хватит, в принципе, если будете со свободной весом работать, гантелькой как бы они будут там, да, или, может, там утюг в руку взять. В принципе, вот утюг, а веса достаточно вполне, и чайник, вот. На блоке же, в чем нюанс, вы можете дать нагрузку такую, чтобы она чуть-чуть в сторону тянула, а вперед немножко, или назад, наоборот. То есть, вот, посмотрите, я сейчас встану целый напрямую, и я дублирую то, что я делал со скигощением, да, ну, со самого веса. Если у меня находится центровка вот такого положения вниз, ну, я могу встать немножко вот сюда, назад, и уже тяга у меня пойдет больше назад, не вверх, а больше назад, да. То есть, я прорабатываю больше задней части. Я могу встать немножко глубоким, и тяга пойдет у меня немножко больше застым, хотя я не буду тоже кистя, а могу больше животным встать. И у меня уже совсем другой будет угол, да, работа? То есть, можно проработать более полноценно, детально, уже каждую часть. Но, не заморачиваясь, этого будет более чем достаточно. В принципе, ее тоже можно поднимать немножко в сторону, или немножко перед собой. Конечно, нагрузка все равно будет идти с весом. То есть, и вектор силы будет направлен четко вниз, потому что сила тяжести куда направлена вниз, диск падает вниз. И вы всегда будете противодействовать только перпендикулярной силе. На второе силу вы можете эту силу направить не только перпендикулярному полу, а под любым направлением, да. Для того он, собственно говоря, и нужен. Ну, еще раз повторю. Для начала этого более чем достаточно. Занимайтесь это делаете. Делайте это часто. На начальном этапе, это не каждый этап, лучше раз в два дня или через день. Делается где-то пять подходов в двадцати повторениях. Не очень высока должна быть интенсивность. То есть, такого не надо делать. Что одно рыбу быстро помахали, тут же другое пока закончили опять. Нет. Делайте, можно сразу два взять, сделать и делайте перерывчик. Где-то минуты две, может быть даже три. Это мышца такая, которая требует восстановления. Вот. Значит, в пяти подходах в каждом делайте по тридцати, от двадцати до тридцати повторения. Вес увеличивать не надо. Если вы наше вот вес, который делаете от двадцати-тридцати, чувствуете, что вот чуть-чуть начало там вставать. Вы просто почувствовали мышцы. Вот это тот самый вес, который надо. То есть, утомлять ее не нужно. Ну, манжета. Не нужно. То есть, не надо. Все может быть. Сильно тянуть. Вы только повредите ее, наоборот. Никакого не будет эффекта полезного. Вот. Только тогда, когда уже вам легко идет тридцать раз, тогда можно повышать вес. Вот. Делать надо. Медленно, спокойно. В крайних точках фиксации, ну, не нужно. То есть, вот такое не надо же. Раз. Сделать фиксацию. Раз. Сделать вес. Нет. Вы качаете спокойно. Без остановки. Плавно. Вот. И еще. На что стоит обратить внимание. Так. На первом этапе сделали раз в два дня и через день. А потом где-то через неделю можно начинать делать это каждый день. Если вы занимаетесь серьезно единоборствами, то вам это очень сильно поможет. Больше того скажу. Перед тем, как работать на снаряде, на макеваре, на мешке, на тяжелых лапах, я тоже рекомендую хорошо размять плечевой сустав. Это понятно. Но когда мы просто плечев сустав разминаем, мы разминаем непосредственно больше сам сустав. А манжету в крайних положениях мы не прорабатываем. Я вам рекомендую, когда вы размять суставы, плечевые, да, проработали все, делали. Сделали все эти движения плечами, да, ну разминочные. Вот. Обязательно еще покачать и в таком положении. Одну и другую. Обязательно. Тогда прогреется абсолютно все. Ну вот так вот. Занимайтесь, не травмируйтесь и все у вас будет хорошо. Удачи! Удачи!